Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волонец. Сегодня предлагаю поговорить о техническом творчестве. Насколько это популярно у наших детей и какие возможности есть у подобных площадок в нашем регионе. Сегодня у меня в гостях Наталья Олейник. Это директор Гомельского областного центра технического творчества. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время для наших зрителей. Но вы знаете, вот сразу обращает до себя внимание один факт, что таким уникальным учреждением дошкольного образования, которое для многих ассоциируется прежде всего с какими-то техническими терминами, с какими-то современными технологиями, и вот этим учреждением руководит сегодня женщина. Это вообще случайность или все-таки в вашем детстве были тоже уроки с паяльником, конструированием, моделированием? Вы знаете, Наталья, я с вами соглашусь, что областной центр технического творчества – это на самом деле уникальное учреждение. И мне посчастливилось быть руководителем, но я никогда не задумывалась до этого, почему я стала руководителем именно центра технического творчества. Благодаря вашему вопросу я поняла, что все-таки имею физико-математический склад ума. В школе я занималась в физико-математических классах, у меня были даже результаты олимпиад по физике. И, если честно, механик, электрик из меня был очень хороший. Если в детстве ломалось радио, его чинил не папа, чинила я. Если нужно было принять какое-то инженерное решение, все обращались ко мне. Я поняла это только сейчас. В жизни все, оказывается, не случайно. Ну, а как на самом деле становятся руководителями вот таких вот учреждений дополнительного образования? Это после вузов, после каких-то других учреждений. Как вы вот стали руководителем? Ну, для того, чтобы стать руководителем учреждений образования, естественно, нужно иметь высшее образование. Это, конечно, нужно закончить вуз. Но самый главный критерий, я считаю, это творческое мышление. И руководитель учреждения должен быть стратегом. Самое главное качество – это стратегия развития учреждений. Выбрать правильное направление. И самое главное – не останавливаться. Думать на несколько лет вперед, где ты будешь через два года, где ты будешь через три года. И что ты должен предпринять сейчас. Ну, а как вы считаете, у вас получается? Ну, я, может быть, не очень скромна, но я надеюсь, что у меня все-таки получается. И результаты об этом говорят. Я, знаете, не могу не продолжить тему моделирования, кораблестроения, автомобилестроения. Насколько вообще это популярно у современных детей? И все ли дети вообще сегодня стремятся, ну, или все дети, наоборот, стремятся сегодня научиться собирать роботов? Нет, вы знаете, нету такого, что все дети хотят собирать именно робототехнику. Все дети хотят быть айтишниками, потому что у них высокая заработная плата, потому что это интересное. То есть это заблуждение? Это абсолютное заблуждение, и благодаря Центрам Дополнительного Образования у ребят есть возможность выбрать свое направление, которое им нравится. И у нас были случаи, когда родители, конечно, хотят, чтобы их ребенок в будущем имел высокоплачиваемую профессию, их приводят на направление IT-профиля, ребенок занимается, потом он параллельно начинает посещать объединение по интересам посудомоделированию, либо авиамоделированию, и постепенно туда переходит. Понимает, что влечение несколько у них другие. Скажите, пожалуйста, вот техническое творчество сегодня, вот на ваш взгляд, что это все-таки такое, и можно ли говорить о том, что интерес к техническому творчеству наших детей действительно растет сегодня? Вы знаете, во всем мире развивается научно-технический прогресс, говорят, уже четвертая эпоха, и поэтому интерес к техническому творчеству растет, я бы сказала, с каждым днем. Потому что это современные требования, современные реалии, без этого никуда. Даже простому обывателю, если он не будет инженером, ему нужно уметь владеть современными гаджетами и современным оборудованием. На ваш взгляд, насколько вообще идеи современного технического творчества соотносятся с идеями кружков в прошлом, например, в домах творчества в Советском Союзе? Ну, вы знаете, я думаю, что если взять идею, идея не поменялась. Идея осталась та же самая. Какая идея? Идея вырастить профессионала и воспитать будущего инженера. Просто в Советском Союзе. Просто мне казалось, что в Советском Союзе первоначально было подобные кружки, это было как занятие по интересам и скорее скрасить досуг. Нет, я бы не сказала, это тоже была профориентация. Более как дополнительная, действительно, профориентация и более дополнительная. В Советском Союзе это тоже была профориентация, может быть, она была более скрытая, но она была однозначна. Кто такой технический энтузиаст 21 века? Я имею в виду, берем подростка в наших детей. Да, и можно ли вообще как-то нарисовать этот портрет? Кто такой юный техник нового столетия? Ну, в первую очередь, хочется вспомнить небольшую историю про чемодан. Умный чемодан. Кто-то когда-то придумал чемодан, а кто-то додумался к чемодану добавить колесики и стал чемодан на колесиках. Это и есть техническое мышление. Пытливый ум. Вот юный техник, причем, вы знаете, смылись границы. Мальчик это или девочка? Это может быть как мальчик, так и девочка. У нас очень много девочек занимаются техническим творчеством. Но это уже, наверное, особенно сегодняшнего дня, да? Да, потому что раньше представить девочку с паяльником было сложно. Были единичные случаи, но их становится все больше. Пытливый ум и горящее открытое сердце. Это однозначно. Ну, мне кажется, это характеристика любого ребенка, да? А если он еще попадает к вам в Центр технического творчества, то, наверное, все это еще и увеличивается в несколько раз. В несколько раз, это значит, когда он уходит в себя. Но без петлевого ума и желания чего-то достичь не получится ничего. Мне подсказано, что у нас на связи город Жлобин, районный Центр технического творчества. Давайте узнаем, готовы ли там, во-первых, к новому учебному году и какие кружки будут посещать жлобинские школьники в этом году. На связи с заведующей отделом дополнительного образования Анастасия Гундина. Расскажет все подробности. Анастасия Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также у нас кружки пользуются популярностью. Это защитник Отечества, патриотической направленности. Также под руководством опытных педагогов свою работу ведут такие объединения по интересам на платформах Ардуино и Лего Веду. А вот правда ли, что ваши воспитанники создали какую-то уникальную лабораторию и даже сами сконструировали 3D-принтер? Расскажите, Анастасия Александровна. Да. Лаборатория наша открылась в прошлом учебном году. Она оснащена 3D-принтером, лазером, фрезером. Все это собирали наши воспитанники центра под руководством педагогов. И лаборатория не осталась в стороне в тяжелое для страны время. И так для поддержки медика во время пандемии были спроектированы и произведены в 3D-формате локтевые ручки. Ну, они созданы для того, чтобы... Что это такое локтевые ручки? Что это за изобретение такое ваше? Расскажите в двух словах. Это для чего используется? Они созданы для того, чтобы исключить риск передачи вирусов и бактерий. Вот. И они используются и установлены в терапевтическом, хирургическом и инфекционном отделениях Жлобинской ЦРБ. Ну, получается, что Жлобин, он славится своими изобретателями. И наверняка благодаря вот таким учреждениям дополнительного образования, как Жлобинский центр технического творчества. Скажите, пожалуйста, Анастасия Александровна, вот как лично вы считаете, вот зачем современным детям нужны подобные учреждения дополнительного образования, на ваш взгляд? Ну, одним из главных показателей нашей успешной работы, как центра, естественно, является достижение наших воспитанников-упускников. Вот, например, нашей гордостью является неоднократный чемпион Республики Беларусь по картингу, мастер спорта, участник международных соревнований в Литве и Польше Баргер Константин. Он занимается шестилетнего возраста по индивидуальной программе для одаренных. В настоящий момент ему 16 лет, и ведутся переговоры для того, чтобы дальше продолжать свою игру в итальянской команде «Интерпрайд-карт». То есть, я так поняла, что ваш ответ заключается в том, что основная цель – это воспитать полноценную личность, да, вот основная цель подобных учреждений, если я правильно все поняла, Наталья, да? Да, да, абсолютно. Да, да, центр позволяет талантливым детям, в первую очередь, перелизовать себя. Ну, при этом я обратила внимание на ваши слова, у вас, кроме каких-то таких технических направленностей, есть еще такие патриотические клубы, да, связанные с защитой отечества. Ну, мне кажется, как бы это не совсем вкладывается в рамки технического творчества, но, с другой стороны, такой образовательный, да, момент получается? Нет, нет, там есть всегда элементы технического направления. Это партино-техническое направление. Дети участвуют в соревнованиях в течение года, также они могут сдать на разряд, и это дает привилегии при поступлении в военную академию в училище Суворовское. В общем, плюс еще к этому, Жлобинский центр технического творчества воспитывает будущих военных инженеров, что-то типа этого. Спасибо вам большое, Анастасия Александровна, привет, передавайте Жлобину, собственно, мы это делаем сейчас сами. Значит, только что у нас на связи была заведующая отделом дополнительного образования Центра технического творчества города Жлобина Анастасия Гундина. Ну вот сегодня, согласитесь, Наталья, для технических энтузиастов, как мы их сейчас называем, доступны качественные новые технологии, о чем подростки еще лет 20 назад не то, что не могли даже мечтать, просто не представляли, что будет приблизительно так. Ну, расскажите подробнее, какие возможности есть сегодня в вашем Гомельском областном центре технического творчества, и насколько вообще оперативно есть возможность меняться сегодня, подстраиваться под требования времени? Дело в том, что это и есть стратегия развития учреждения. Если ты будешь отставать от современных технологий, то ты будешь неактуален и не востребован. Поэтому это задача номер один – постоянное пополнение и развитие материально-технической базы. Вот всем родителям, всем учащимся города Гомеля хочу рассказать о том, что Центр технического творчества, областной центр, откроет двери уже обновленные. Да, в чем это заключается? Проведены ремонтные работы практически во всех учебных кабинетах, и в каждый кабинет вложена наша душа, то есть граффити на стенах. Но тематические граффити… Как современно. Действительно много со временем. Да, да, и очень интересно. И это начинается прямо с холла учреждения. С этого учебного года у нас обновленный компьютерный класс. Полностью обновлены все системные блоки, мониторы и новая мебель. С этого учебного года ребят ждет в новом формате цифровая лаборатория Фаблаб, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием. Именно каким? У нас есть фрезерный станок ЧПО, лазерный гравер ЧПО, два 3D принтера, ну и другие станки, благодаря которым… Оборудование, да. Оборудование, благодаря которым ребята научатся работать на современном оборудовании. Ведь наша задача, они пойдут дальше работать на предприятии, уже должны быть профессионалы. Ну такая мини-силиконовая долина, да, и очень удивляет, что действительно это происходит не в столице, а, скажем так, на региональном уровне. Можно говорить о том, что сегодня дети… Ну я, да, без ложных скромностей скажу, что мы от столицы ни в коем случае не отстаем, и таким оборудованием могут похвастаться немногие. Ну, чего вам не хватает, это собственного здания. Да. Да, это проблема, о которой мы постоянно говорим. Потому что у нас есть мечта сделать еще музей науки для детей, интерактивный музей науки. Это мечта, но пока она, к сожалению, невоплотима, потому что у нас нету помещений. Вот скажите, на ваш взгляд, что дает ребенку увлечение вообще техническим творчеством? Скажем так, как оно влияет на мировосприятие, на развитие, ну, на профессиональную ориентацию в том числе? И какие вообще, на ваш взгляд, основные навыки все-таки получает ребенок во время обучения на таких занятиях, когда идет речь на техническом творчестве? Самый основной навык – это инженерное мышление. Это наша самая основная задача. Я хочу сразу сказать, что мы не учим ребят изобретать. Наша задача – научить ребят думать так, чтобы в будущем они к этому стремились каким-либо изобретением. Мы, ребята, собирают, если взять какие-нибудь уже сложные станки, у нас развита проектная деятельность, каждый ребенок работает над своими проектами. И те продукты, которые они получают в итоге, в первую очередь, они участвуют в республиканских и международных конкурсах. Когда они отыграли уже эту программу, они становятся на техническую службу нашего центра. Поэтому именно инженерное мышление, творческое мышление… Давайте посмотрим, что думают об этом ваши ученики. Даже так. Всем привет. Меня зовут Алина Кирилл. Я являюсь выпускником Гомельского областного центра технического творчества. Я начал заниматься три года назад в объединении по интересам и инженерный дизайн-кад. За время обучения я изучил две программы – это Autodesk Inventor и Blender 3D. В Autodesk Inventor я углубился, что такое инженерный дизайн-кад и научился создавать и анимировать 3D-модели любой сложности. В Blender 3D я научился использовать все модификаторы, которые предоставляет программа, создавать и анимировать 3D-модель любой сложности, а также создавать фотореалистичное 3D-изображение. Хочу выразить огромную благодарность Лошевичу Владиславу Владимировичу и Шматку Евгению Викторовичу за их огромный опыт в работе с этими программами и умение работать с детьми. Они подарили мне знания, которые позволили мне занимать лидирующие места в различных конкурсах. Благодаря работе в объединении определился с будущей профессией. Я решил стать гейм-дизайнером. Также хочу выразить огромную благодарность всем педагогам Гомельского областного центра технического творчества за создание дружеской атмосферы. Всем привет! Меня зовут Шолохов Алексей. В этом году я окончил трехлетний курс обучения в кружке сайта строения Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи. За это время было как много падений, так и взлетов. Я участвовал во многих конкурсах. Да, конечно, не во всех я получал желаемые результаты, но благодаря моему упорству и поддержке моего преподавателя Макеенко Андрея Сергеевича я смог достичь главной цели. Я стал победителем конкурса «Талант 21 века», который проходил в городе Королеве Российской Федерации. За это время я приобрел огромный багаж знаний, который помог мне впоследствии определиться с моей профессией. В центре работают высококвалифицированные специалисты, которые обладают огромными знаниями в своих сферах, которые они могут передать своим ученикам. Также центр оснащен хорошей материальной базой, благодаря которой ты сможешь показать свои знания на практике. В какой-то момент времени я задумался, а правильно ли я иду, в то направление ли я начал идти. Но отбросив эти мысли, я решил идти до конца. Ведь, как говорил один человек, пока у вас есть попытки, вы не проиграли. Я очень благодарен всем тем, кто работал в этом центре, за их поддержку, за их знания, за их опыт, который они передали мне. Если бы вы меня сейчас спросили, стоит ли обучаться в нашем центре, я бы ответил, конечно, стоит. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня на «Беларусь-4» в программе «Добрый вечер. Гомель» мы говорим о техническом творчестве. У нас в гостях Наталья Олейник, это директор Гомельского областного центра технического творчества. Вот только что были, скажем так, ребята, ваши выпускники. Я смотрю, вы просто хотите что-то добавить. Да, Наталья, большое спасибо, это неожиданный приятный сюрприз. И единственное, что я хочу добавить, это выпускники нашего центра, и все они сейчас являются студентами ВОЗов. Первый мальчик, который выступал, он студент университета Сухого, второй мальчишка учится сейчас в БГУ. Но самое главное, что направление своей будущей профессии они выбрали по тем кружкам, в которых занимались. Я думаю, что это очень важно. Ну, спасибо. А сейчас, дорогие друзья, у нас на телефонной связи город Светлогорск. Ну, здесь вообще существует просто уникальный такой проект, это компьютерный центр детей и молодежи. Ну, впрочем, пусть они сами расскажут об этом. Мы дозвонились Валентине Буркову, у нас на связи заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Валентина Ивановна, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, что же представляет из себя ваше учреждение, в чем его уникальность? Компьютерный центр – это уникальное и единственное в своем роде учреждение дополнительного образования. Центр был открыт в 2002 году как партнерский проект Светлогорского райисполкома и округа Мэндип, Великобритания. Главная цель, которую ставит перед собой учреждение – это популяризация современных технических и информационных средств, а также иностранных языков, адаптация молодых людей к жизни в современном информационном обществе. И так как у школьников сегодня большой интерес вызывает робототехника, в 2017 году было открыто новое направление. Благодаря жителю нашего города, представителю компании «МКарба» Александр Коновальчик спонсировал некоммерческий проект. Он приобрел и подарил 8 комплектов «Лего» для нашего учреждения. Силами нашего коллектива был оборудован специальный класс и приобретены поля для тренировок. Все это дает возможность учащимся 12-14 лет включиться в Олимпиадное робототехническое движение, участвовать в конкурсах мирового уровня и региональных соревнованиях по робототехнике. Вы только что назвали такое влечение как «Лего». Я так могу предположить, что с появлением такого мини-проекта в вашем Светлогорском компьютерном центре возраст ваших детей самый маленький. То есть от маленьких до больших. Какой возраст воспитанников? Совершенно верно. Учащиеся первой ступени обучения приходят в компьютерный центр. Это 7-9 лет, и они уже знакомятся с азами программирования «Скрэч» и робототехникой. Скажите, вот за эти 18 лет, сколько существует Светлогорский компьютерный центр, много ли ваших воспитанников стали айтишниками или, может быть, связали вообще свою судьбу в дальнейшем, свою профессию именно со своим первым увлечением, полученным у вас в вашем центре? Да, действительно. Благодаря тому, что наши ребята были победителями конкурсов «Патриот-бай», «Минский робот-турнир», «Техноинтеллект», наши выпускники стали студентами минских вузов и связали свою жизнь с инженерно-техническими профессиями. Спасибо вам большое. И последний вопрос, короткий. Как вы считаете, зачем современным детям нужны подобные учреждения дополнительного образования сегодня? Для того, чтобы на занятиях они могли знакомиться с дизайном, конструированием роботов и прийти уже в вузы подготовленными, иметь возможность получить хорошую специальность и стать будущим нашей страны. Спасибо вам большое. Это был Светлогорский компьютерный центр. У нас на связи. Привет, Светлогорскую. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о техническом творчестве. Вот такие вот детские площадки, где обучают техническому творчеству, они наверняка отличаются и особым таким педагогическим подходом, педагогическим составом. Вот кто сегодня обучает вот этих будущих инженеров, будущих айтишников? Кто эти специалисты? Расскажите. На самом деле специфика технического творчества откладывает свой отпечаток и просто педагог, даже если это педагог физики, либо информатики, не всегда может освоить сложные направления, которые преподаются. Ведь зачастую дисциплины, которые преподаются в рамках объединения по интересам, это уже вузовские дисциплины. Поэтому более 60% педагогического состава – это инженеры с инженерными профессиями. То есть практики? Это практики, да. Изначально здесь сложность. Очень часто инженеры, но некоторые не могут работать с детьми, поэтому здесь приходится немножко переучивать. Но остаются всегда очень творческие люди, которые свои знания у них получается передавать и повести за собой ребят. В общем, все как по-взрослому, дорогие друзья, несмотря на то, что мы говорим о детях. И после аспирантуры, магистратуры, то есть наш центр может похвастаться, да, что высоко. А как вообще подобные учреждения, вот как Центры технического творчества сотрудничают сегодня с другими образовательными, может быть, какими-то инновационными проектами, учреждениями? Ведь на самом деле сразу хочется представить, что ребенок, который приходит чему-то научиться к вам, он должен понимать, для чего он это делает и где он может в перспективе это, в принципе, использовать. То есть перспективность подобных увлечений должна быть понятна детям? Есть какая-то связь подобная с другими учреждениями? Да, перспективность однозначно есть. Когда приходит ребенок, ну самое главное, это, конечно, профориентация, от этого никуда не уйдешь. Чтобы ребенок был востребован на рынке труда со временем, был конкурентоспособным, ему нужно показать все ступеньки, которые можно пройти. Поэтому в рамках работы объединения по интересам еще идет работа с центрами айтишными, которые у нас работают. Это ЕПАМ, это IBA, с ВУЗами. Мы показываем у нас экскурсии и работа с ВУЗами, где можно далее получить образование. И, естественно, это экскурсии на предприятие, то есть дополнительное образование, ВУЗ. И уже предприятия, они смотрят, как это реализуется на практике и каково это быть потом профессионалом. Мы пытались закрутить проект, чтобы они работали, но нам, конечно, это не позволили и сказали, вы лучше посмотрите. Пока подучитесь, называется. Корабли в бутылке, дорогие друзья, вот для меня это загадка. Вот представляете, такое судно большое, собранное в маленькой стеклянной бутылочке, настоящее чудо-сооружение. Так вот, как сделать такое чудо, знают, на самом деле, в городе Мозыре, в местном центре технического творчества детей и молодежи. Этому как раз-таки обучают любого желающего. Итак, Мозырь у нас на связи. Светлана Слива, методист центра. Вот давайте и узнаем все подробности вообще, как это все происходит, чему еще, каким чудесам еще обучают в местном центре. Светлана Григорьевна, добрый вечер. Это правда, что в вашем центре детей обучают не просто судостроению, а еще и просто каким-то настоящим фокусом, вот типа корабли в бутылке? Да, действительно. Одно из последних направлений объединения по интересам стендовым моделистам, это стало изготовление сувенирных кораблей в бутылках. Корабль в бутылке – это не просто модель парусника или необычный сувенир. Это еще и главоломка, признанная озадачить наблюдателя вызвать изумление и восторг. И чем труднее ему будет найти ответ на этот вопрос, тем больше интерес вызовет эта работа. И первый вопрос, который возникает, глядя на это чудо, как мог такой сложный предмет попасть в стеклянную емкость через узкое горлышко? Существует много способов попадания корабля в бутылку, но самый простой способ, которым мы пользуемся при изготовлении – это способ парусника складным. Ну, в любом случае, не надо раскрывать все секреты. Кому интересно, пусть приходит к вам, да, и получит такое дополнительное образование, дополнительное знание. Расскажите, пожалуйста, а какие еще направления у вас развиваются и какие кружки самые популярные у местной детворы? Ага. Значит, хочу сказать, что в Московском центре технического творчества детей и молодежи у нас работают 53 объединения по интересам. С общим охватом это 632 учащихся. И для удовлетворения разносторонних интересов учащихся в центре организованы работы по таким основным направлениям, как спортивно-техническое, подготовительно-техническое и научно-техническое творчество и информационные технологии. Ну, большой популярностью в центре это пользуется объединение по интересам, такое, как трассовый автомоделизм. Интерес учащихся происходит за счет зрелищных гоночных состязаний автомоделей на специально изготовленном замкнутом автотреке, называемой трассой. Такая трасса у нас находится в центре. И ежегодно мы проводим открытые первенства по трассам автомоделизма, соревнования по автомоделям с электродвигателем, соревнования по автомодельному спорту радиоуправляемых моделей. И это позволяет воспитать учащихся дух коллективизма, привлекает интерес техники и позволяет применить на практике знания, полученные на кружковых занятиях. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот в Мозыре к первому сентября вы готовите какие-то интересные мероприятия? Куда детям и родителям можно будет отправиться в ближайшее время? Конечно. Значит, с первого сентября в рамках недели учреждения дополнительного образования в Мозырском центре технического творчества детей и молодежи пройдут тематические мероприятия. На протяжении этого всего времени в учреждении будет работать информационно-рекламная кампания по набору учащихся в объединении по интересам. Неделя – это отличная возможность для ребят познакомиться с новыми направлениями деятельности объединения по интересам, стать участниками интерактивных площадок и увлекательных путешествий в мир творчества. С пятого сентября в парке по традиции, это всегда собираются все системы дополнительного образования, и вне открытых дверей проходится мини-презентация объединений по интересам, клубов по месту жительства и рекламные акции Центра технического творчества. Внимание учащихся и их родителей будут представлены выставки, мастер-классы, показательные выступления и многое другое. Также будут проводиться обзорные экскурсии для учащихся учреждений образования по нашему Центру технического творчества и учебным кабинетам. В нашем центре будет работать выставка творческих работ учащихся и педагогов, тематическая экспозиция под названием «Творим вместе». Учащиеся и их родители встретят и проведут в мир детского творчества замечательные креативные педагоги дополнительного образования нашего Центра, которые помогут им найти свое дело по душе. То есть можно, я так понимаю, можно познакомиться будет, да, не только с преподавателями, но еще и с теми направлениями, которые, в принципе, сегодня могут выбрать дети, которые проживают сегодня у нас в городе Мозыре. Спасибо большое. Привет, Мозыре. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня говорим о техническом творчестве, о том, насколько это популярно у наших детей и какие возможности есть у подобных детских площадок. Про Светлана. Вы что хотите добавить? Да, да, да. Светлана немножко поскромничала и не сказала о том, что эти корабли-бутылки изготавливают ее ребята. Она является и методистом, и педагогом дополнительного образования. И ее работы, неоднократные победители республиканских выставок и смотров, и также один из кораблей был вручен президенту нашей страны. Это большая честь. Вот так вот, да, детские игрушки, казалось бы, на самом деле чудеса настоящие. Ну, я бы хотела затронуть тему, вот во время эпидемии все учреждения образования, они поменяли формат работы. Что изменилось в вашем центре? Как вы обучали детей? Остановилась ли работа? Перешли ли вы в онлайн? И вообще, какие выводы сделали? Что пришлось внедрять? Расскажите. Большинство кружков перешли в онлайн. Здесь намного проще. У нас очень большой охват именно эти профили. Поэтому переход на онлайн-обучение не составил труда, но были уже выявлены недостатки. Нужно было искать платформу, которая бы позволяла работать. Но дело в том, что мы это направление уже использовали и онлайн-курсы проводили, поэтому здесь проблем никаких не было. Были сложности с техническими кружками, вот как судомоделирование, авиамоделирование, резьба по дереву. Но чтобы провести полноценное занятие, дети должны работать руками. Но, к счастью, ребята не испугались и на протяжении всей пандемии эти объединения по интересам посещали. Что касается работы уже со всей областью, так как мы областной центром, являемся организаторами и проводим областные конкурсы, то конкурсы были в этот период переведены в онлайн-формат. Какие-то консультации, совещания тоже были переведены в онлайн-формат. На самом деле, лето в этом году, учитывая эту эпидемиологическую ситуацию, для многих детей оказалось слишком домашним. Вы как-то учли эту ситуацию, говоря о занятости? Работал ли ваш центр? Продолжал ли он оказывать какие-то такие образовательные услуги? Центр работал и был открыт на протяжении всего лета. Те ребята, которые не боялись, они приходили на занятия. И здесь уже педагог работал системно, дифференцированно. У него несколько ребят сидит на занятиях, остальные ребята работают через онлайн. Давайте мы с вами поговорим о новом учебном сезоне. Что же все-таки, кроме того, что появились новые кабинеты компьютерные, появились граффити на стенах, которые, я уверена, очень понравятся детям и, наверное, родителям. Что еще предлагает Центр технического творчества школьникам в новом учебном году? Какие еще новшества вообще ожидают именно в образовательном? Да, у нас на самом деле много новшеств. Это наша принципиальная задача не стоять на месте развиваться и каждый год предлагать что-то новое. Начну, наверное, все-таки с эти сферы. И если вы помните, где-то год назад я у вас была на передаче и говорила о том, что мы открываем новое направление гейм-дев, разработка компьютерных игр. Год мы пробировали эту программу. Программа себя зарекомендовала. Был интерес со стороны ребят. За год ребята получили серьезные знания. Специфика этого объединения по интересам два узкопрофильных специалисты ведут. Но с этого нового учебного года у ребят появится возможность свои проекты опробовать на виртуальных консолях в виртуальном клубе. Мы договорились о сотрудничестве, и ребята с готовыми проектами будут к ним туда приезжать и уже в реальных условиях, а для них это в виртуальных условиях, экспериментировать и дорабатывать свои проекты. Я думаю, что это будет очень интересно. Что еще нового? Тоже год назад я рассказывала о том, что у нас работает новое объединение по интересам Фаблаб. Это направление ведут три узкопрофильных специалиста, которые охватывают 3D-моделирование, радиоэлектроника и программирование. С этого учебного года на занятиях будут использованы рабочие тетради. Это ноу-хау, нигде в республике этого нет. Что это такое? Специальные рабочие тетради, созданные для... Для того, чтобы дети... Это как тетради по истории, по географии. Да, которые помогают усваивать учебный материал. Ребята их забирают домой, выполняют домашние задания по тем заданиям, которые у них написаны. И наглядно помогают закреплять те знания, которые не получили. Ну, это говорит, а если честно... Дневники существуют, нет? Что касается дневников, с этого учебного года мы делаем платформу электронный дневник. Она будет... Ну, для школы это не новшество, для системы образования это новое. Но для чего мы делаем? Мы делаем в первую очередь для того, чтобы у родителей была возможность онлайн отследить. Посещает ребенок объединение по интересам, либо не посещает. Но у нас таких случаев не бывает, когда ребенок сказал, я поеду на кружок, а я не поеду. Были случаи в период пандемии, когда ребенка не пускали, а он приезжал. Но в любом случае, я думаю, что каждому родителю важно зайти онлайн, посмотреть, ребенок доехал на занятия, либо не доехал. И электронный дневник позволит родителям отслеживать. То есть там будут срезы промежуточные, итоговый контроль, домашнее задание. Там не будет оценочной системы, там будет усвоено, либо не усвоено. Вообще интересно, казалось бы, просто дополнительное образование. Для кого-то это просто хобби или возможность чем-то занять своего ребенка. А вот обратите внимание, как все на самом деле серьезно, очень серьезно, когда речь идет о техническом творчестве. Потому что это действительно не просто какое-то времяпрепровождение дополнительное. Это еще и такие, знаете, вложения в будущее, да, скажем так, маленькие шаги к своему, к каким-то своему перспективному будущему. Сколько у вас всего объединений, какие все-таки из них самые популярные? Я так понимаю, компьютерные, раз вы открываете новые направления в этой серии. Да, у нас ежегодно мы набираем около 100 объединений по интересам. Ну, плюс-минус пару. В этом году планируем тоже набрать 100 объединений по интересам. Если пару лет назад популярность набирали, конечно, это робототехника, то в прошлом году популярность были это IT-профили. Вы знаете, сейчас у меня такое впечатление, что и ребята, и родители начали более осознанно не гнаться за тем, что востребовано, а идти в соответствии со своими требованиями, со своими интересами, порывами души. И сейчас вот как-то равномерно распределилось. У нас нет вот какого-то бума как по какому-то определенному направлению. То есть интересно абсолютно все. А вот по вашему мнению, с какого возраста, в принципе, ребенок уже может начинать заниматься в таких вот кружках, в таких секциях, как роботехника, какие-то компьютерные технологии, вообще изучение компьютера, чтобы при этом не повредить еще и своему здоровью? Здоровью не повредит, это однозначно. Ну, вы первое заявляете об этом. Да, для того, чтобы ребенка заинтересовать и показать ему направления разные, вот даже взять меня, мы начнем, наверное, даже с меня. По сути, я техник была. Но мама пыталась мне танцы, песни, вышивание, вязание. Я везде походила, но нигде не остановилась. Девочку техническое творчество не повели, а возможно, я бы там осталась уже тогда. Поэтому детям нужно показать все направления, которые существуют. Не бойтесь технического творчества для маленьких детей. Шестилетний возраст – это тот возраст, когда ребенку все интересно, он хочет попробовать. Поэтому наши занятия построены таким образом, чтобы они были безопасны. Шестилетний ребенок ни в коем случае не будет пользоваться паяльником. Для этого есть конструкторы, которые позволят освоить либо это азы робототехники, либо это азы электроники, азы физики. Но и занятия для малышей построены в очень интересной форме. Например, в Кулибинград у нас даже наши, тоже единственные в Республике Беларусь, пособия для детей. То есть это яркая, красочная книжка с дополненной реальностью, которую разрабатывали наши педагоги дополнительного образования. И почему с шестилетнего возраста? Потому что если ребенок не узнает о том, что есть такое направление, очень часто с 11-12 лет, к сожалению, некоторые дети уходят на улицу, даже не узнав о том, что существует такое интересное и востребованное направление. А что вы пожелаете родителям, которые просто мечтают отдать ребенка, который еще даже, может быть, в садик не пошел, но уже мечтают его отдать вот в такую компьютерную студию? И на ваш взгляд, всем ли вообще доступно это увлечение? Всем ли надо этим увлекаться? Всем ли надо увлекаться, я не могу сказать, потому что, я еще раз говорю, увлекаться нужно тем, что действительно увлекает. Поэтому приводите наших ребят, мы будем рады показать все наши направления, чтобы вы и ваш ребенок поняли, интересно это или неинтересно. А то, что доступно, потому что 95% объединения по интересам у нас на бесплатной основе. Вот это, кстати, очень важная информация, дорогие друзья. А вот какие кружки и объединения вызывают наибольший интерес, ну, например, в городе Рогачеве? Дело в том, что здесь вот школьники имеют возможность конструировать и моделировать, вы не поверите, настоящие пожарные машины. То есть, как видите, не все заняты конструированием роботов. Кстати, вот в Рогачеве на базе местного центра технического творчества создан уникальный центр безопасности. Вот прямо сейчас Рогачев у нас на связи. Давайте узнаем все подробности из первых уст. Об этом расскажет Ирина Пинчук, исполняющая обязанности директора местного центра технического творчества. Ирина Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про ваш проект Центра безопасности. Чем дети занимаются на таких занятиях? Мини-инициатива Центра безопасности жизнедеятельности человека в нашем центре начался в рамках проекта «Региональная партнерская сеть некоммерческих организаций Гомельщины» как активный участник процесса устойчивого регионального развития. Данный проект направлен на выработку инновационных и эффективных форм и методов работы для улучшения качества обучения. Открыт Центр безопасности совместно с МЧС. Вот в рамках работы Центра безопасности учащиеся посещают объединение моделирования и макетирования, столярного конструирования, где создают точные копии техники МЧС. И выставки технического творчества пополняются достойными работами, которые занимают призовые места в области и на республике. Ну вот согласитесь, одно дело научиться чему-то, да, но ведь для детей еще очень важно потом кому-то показать, продемонстрировать как-то, да, вот свои уже умения и способности. Что вот для этого делается? Какие-то, может быть, выставки, турниры, конкурсы? Да, вот хочется сказать, что вот важным направлением деятельности нашего центра является еще прогнозирование развития детского технического творчества. Создается целостная система выявления и поддержки талантливых обучающих, развития творческого потенциала подрастающего поколения. Особое внимание мы уделяем работу с ударенной и талантливой молодежи. И вот на базе нашего центра уже 20 лет проводится открытый конкурс научно-технического творчества учащихся. Мы одни из первых в Гомельской области начали этот конкурс. И называется он открытым, потому что участвуют не только рогачевские команды, но и команды из Гомеля, Могилева, Жлобина, Светлогорска. Участие в конкурсе включает учащихся и педагогов, научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную деятельность. Ну а чтобы достойно показать себя в конкурсе, необходимо получать знания в таких объединениях, как робототехника, 3D-моделирование, протоцепирование, радиоэлектроника, техническое моделирование, информационные технологии. И все эти направления имеются в центре и приглашают всех желающих пополнить 3D-обучающих. Ну это все замечательно, но известно, что вот в Рогачеве очень хорошо развивается мотоциклетный спорт. Вот как-то учитывают ваши педагоги и Центр технического творчества вот, скажем, такое направление, такое увлечение. Наверняка ребята хотят узнать, как, из чего состоит эта техника, подобная техника, ну и поучаствовать, погонять на ней как-нибудь в будущем. Ну в нашем центре проводится большая работа по развитию чувства патриотизма и гражданственности. И это наше объединение юных мотоциклистов. На сегодняшний день вот многие центры, конечно, делают акцент на инновационные технологии. Но мы сохранили уже много лет и развиваем именно направление мотоциклетного спорта. Наши юные мотоциклисты, они постоянные участники и призеры областных республиканских соревнований по юношескому многоборью. И хочется сказать, что занятия в этих объединениях бесплатные. И занимаются очень много подростков в них из неблагополучных семей, состоящих на разных учетах. Мы гордимся своими мотоциклистами. Это очень важное замечание, что действительно такая доступность сегодня существует у детей. И родителей действительно можно получить какое-то дополнительное увлечение, образование. И это действительно бесплатно. Скажите, ну а так кроме роботов, кроме мотоциклов, какие-нибудь такие, вот знаете, наши известные сохранились, такие старые добрые, я бы сказала, кружки, где девочки там шьют, например, мальчики там что-то паяют, моделируют. Есть еще это такое у вас? Да, вот одно из направлений в нашем центре – это моделирование и конструирование с элементами кройки и шитья. Здесь вот наши педагоги ведут большую работу по подготовке учащихся для участия в республиканском конкурсе по основам профессиональной подготовки среди школьников. Junior Skills и в номинации «Дизайн и моделирование одежды». Технические навыки, связанные вот с данной номинацией, включают в себя проектирование, разработку лекал, навыки раскрой и технологии изготовления готовой одежды. И вот хочется похвастаться, что в летний период наши педагоги и учащиеся не сидели без дела. В трудный период во время пандемии в объединении открыли волонтерское движение. Педагоги и воспитанники присоединились к марафону добра и пошили 60 защитных костюмов для работников Центральной районной больницы Рогачёва. Молодцы, действительно молодцы, большое спасибо большое. Привет Рогачёву только что, дорогие друзья, у нас на связи была Ирина Пинчук, исполняющая обязанности директора местного Рогачёвского центра технического творчества. Наталья, я помню, что раньше всегда была проблема с хорошими специалистами, с материально-технической базой, когда речь шла о районах, о каких-то малых городах, о сельской местности. Как сегодня удается вам решать эти проблемы? Ну, это на самом деле очень сложная задача. И какие пути решения, к которым мы прибегаем? Это же, конечно, привлечение спонсорской помощи. Удается? Удается. И, если честно, неожиданно, но помогают государственные предприятия. Буквально в прошлом учебном году Гомельский химический завод выделил нам 7 тысяч спонсорской помощи, за счёт которого было куплено 5 высокотехнологичных ноутбуков. Гомель Гепрозем выделил 3 тысячи белорусских рублей и были куплены новые комплекты робототехники и виду для малышей. Поэтому ко всем руководителям обращаюсь. Руководители, не стесняйтесь. Предлагайте, да? Помогайте, что называется. И самое главное, что у руководителей мальчишки узнайте, у кого мальчики, у кого дети, сыновья. И те руководители никогда не откажут и поддерживают такое интересное направление. Ну, понимаете, действительно, раньше техническое творчество, паяльник, чертежи какие-то, ещё элементарные вещи. Значит, сегодня мы говорим уже о современных технологиях, о каких-то действительно больших вложениях. Ну, знаете, паяльник занимает... Плюс к этому 90%, вы говорите, у вас бесплатных. Да, паяльник занимает важное место у нас. Радиоэлектроника без паяльника никуда. Ну и чертёж – это 3D-моделирование. Мы обучаем, причём, если 3D-моделирование, те кружки, в которых есть черчения, все ребята обучаются новым инженерным программам, компасам, вот где 3D-моделирование. Те же самые судомоделирование, авиамоделирование. Невозможно построить суда без чертежа. Очень хорошо чертить от руки, но параллельно будь добр, научись и о своей программе, которая тебе понадобится в будущем. Ну, в принципе, да, сегодня уже без этого тоже никуда. Ну вот, продолжая тему сельских ребят, сельских детей, можно ли говорить о том, что они обеспечены так же сегодня, как и у нас в областном центре, компьютерами, и вот такая же хорошая у них материально-техническая база. Точно так они могут прийти в свой местный центр, в Рогачоеве, в Жлобинь, может быть, именно где-то в агрогородке, и получить точно такое же техническое дополнительное образование? Вы знаете, даже если это не районный город, а маленький городок, где нету центра дополнительного образования, тем более технического творчества, это не беда абсолютно. В каждой школе оборудован компьютерный класс. В сельских школах очень высокотехнологичные компьютерные классы, и у ребят есть возможность во внеурочное время приходить и осваивать программы дополнительного образования. Насколько доступны, ну мы уже говорили, что речь идет о 90%, бесплатно, да. Не говорит ли это о том, что очень много желающих, все ли желающие, скажем так, могут к вам попасть сегодня? Да, уважаемые родители. Я знаю, что у вас иногда уже 1 сентября некоторые кружки заняты, стоп, больше приема нет. Да, уже некоторые кружки объединения по интересам укомплектованы, но, уважаемые родители, вы не расстраиваетесь. В любом случае, приходите. Если направление уже закрыто, мы готовы вам предложить и рассказать про другое направление, которое не менее интересно. А для того, чтобы не опоздать на свободные места, хочу пригласить всех на родительское собрание, которое состоится 27 августа, 18.00 на базе нашего центра. Формат родительского собрания будет, мы сначала расскажем про направление, которое у нас есть, а потом и у ребят, и у родителей будет возможность пообщаться с педагогами, увидеть воочию, чем они будут заниматься, написать заявление, узнать расписание и уже начать посещать свои занятия. У тех, у кого нет возможности прийти на родительское собрание, на нашем сайте Гомельско-областного центра технического творчества можно онлайн зарегистрироваться в объединение по интересам. Обязательно нужно оставить мобильный телефон, педагог перезвонит и договорится, когда удобно родителям, чтобы они подошли вместе с ребенком. Ну вот так вот, пользуясь эфиром, скажем так, в какие кружки сегодня вы бы лично хотели пригласить, скажем так, может быть они или не пользуются популярностью по какой-то причине, да, или наоборот, ну в общем, расскажите, приглашайте. Еще остались места, еще есть возможность записаться в объединение по интересам судомоделирования, авиамоделирования, резьба по дереву. Пожалуйста, не отметайте, не думайте, что это неинтересно, не востребовано, на самом деле очень интересно, потому что у ребят есть возможность принимать участие в конкурсах, в соревнованиях. Буквально недавно, на прошлой неделе у нас прошли областные соревнования по судомодельному спорту. Для того, чтобы понять, насколько было интересно, достаточно зайти на наш сайт, либо в группу Инстаграма, посмотреть фотоотчет, видеоотчет. Я думаю, когда ваш ребенок посмотрит, он захочет записаться и посещать данное направление. Что касается авиамоделирования, если вы еще сомневаетесь, хотите вы или не хотите туда записаться, 28 августа. Приглашаю всех, поселок Зябровка, аэродром, начало в 10.00, посмотреть, как проходят областные соревнования по авиамодельному спорту. Я как раз таки хотела сейчас затронуть тему не только кружков, но и вот этих действительно очень интересных, увлекательных мероприятий, которые организовывает ваш центр. Это же не только образовательный процесс, такой еще и познавательный, я бы сказала. И вот один из самых масштабных проектов, который всегда с нетерпением ждут гомельчане, это областной турнир по роботехнике. На самом деле, дорогие друзья, вот как вот уже не записаться в кружок по роботехнике, ну так довольно сложно попасть и на этот, на самом деле, скажем так, турнир. Из-за коронавируса это мероприятие переносилось несколько раз. Я слышала, что вот в ближайшее время должно состояться, по-моему, 5 сентября, следующая суббота. Состоится или нет? Однозначно, состоится 5 сентября, манеж легкой атлетики, улица Юбилейная, 52, начало в 10.00. Мы ожидаем около 200 участников. В этом году турнир по робототехнике будет проходить в открытом формате. Участники будут ребята со всей Республики Беларусь. Что еще будет интересного? Ну, я думаю, во-первых, кто хочет посмотреть, что это за направление, и еще не понимает, интересно, ребенку или нет, приводите ребят. Они посмотрят, как занимаются ребята, что такое робототехника, что такое соревнования по робототехнике. Но помимо этого еще будет организована масса игровых площадок по инновационным направлениям. И площадка, которая, я думаю, что вызовет ажиотаж среди всех, это игровые консоли клуба виртуальной реальности. И еще небольшой сюрприз для первых полутора тысячи посетителей каждому подарочный купон на бесплатное посещение клуба виртуальной реальности. Ну, ничего себе, первые полутора тысячи, это же сколько же мы ожидаем там действительно участников и гостей. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня на «Беларусь-4» в программе «Добрый вечер. Гомель» мы говорим о техническом творчестве. У нас в гостях Наталья Олейник, директор Гомельского областного центра технического творчества. Ну, а сейчас на телефонной связи опять Светлогорск. Ирина Бородина, заведующая отделом по основной деятельности Светлогорского центра технического творчества детей и молодежи. Ирина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот мы уже знаем, что в вашем городе есть такой уникальный компьютерный центр для детей и молодежи. А вот что вы можете рассказать о Светлогорском районном центре технического творчества? В чем его особенность? В Светлогорске на протяжении многих лет работает Центр технического творчества детей и молодежи. В нем работают грамотные и высококвалифицированные специалисты. Наши педагоги стараются заинтересовать всех желающих, поскольку каждое увлечение ребенка может перерасти в его будущую профессию и стать призванием на всю жизнь. Самое главное, все занятия в центре бесплатны. В центре открыты 24 учебных группы, в которых занимается более 270 учащихся. Воспитанники центра являются постоянными участниками республиканских и областных конкурсов технического профиля. В 2019-2020 учебном году всего завоевано 9 из республиканских, 5 областных и 32 районных диплома. В центре работают такие кружки, как 3D-моделирование или паперкрафт, судомоделирование, моделирование транспортной техники, лего-мастер, выпиливание лобликом. Большой популярностью у детей пользуется кружок 3D-моделирование или паперкрафт. Ребята создают объемные фигуры из бумаги. Это современное бумажное искусство, освоить которое может каждый. Возможности для творчества безграничны. Дети с огромным удовольствием собирают модели из бумаги. В этой технике можно создать различные элементы декора, симпатические украшения к праздникам, скульптуры, игрушки для детей. Скажите, пожалуйста, у всех к 1 сентября в учреждениях образования дополнительно устраиваются такие дни открытых дверей, чтобы дети, родители могли прийти и воочию, как говорится, увидеть все самим, своими глазами. Какие вообще мероприятия, что-то подобное планируется у вас в Светлогорске? Конечно. В нашем центре тоже пройдут такие дни открытых дверей, куда мы приглашаем всех желающих познакомиться с техническим творчеством. В этот период будет организована выставка «Мир технического творчества», обзорные экскурсии для учащихся школ, мастер-классы, где дети смогут попробовать на практике разные направления и выбрать для себя понравившиеся. А также в субботний день пройдут презентации объединений по интересам педагогов дополнительного образования. Мы приглашаем всех желающих в наш центр. В нашем центре каждый ребенок найдет себе занятие по интересам. Спасибо вам большое. Вы знаете, позвольте еще один вопрос. На ваш взгляд, подобные центры технического творчества, зачем они современным детям? Современным детям? У которых, казалось бы, все есть, информацию можно получить в интернете, а тут еще приходится приходить и чему-то обучаться дополнительно. Информация в интернете – это одно. А сопровождение профессиональных педагогов. Да, вот Ирина Александровна задумалась. Дети своими руками могут сделать какую-то поделку, какой-то макет, самореализовать для себя. Не все же могут быть в интернете. Спасибо большое, Ирина Александровна. Светлогорск, Центр технического творчества, только что была у нас на связи. Но я смотрю, вы решили поддержать, Ирина Александровна. Немножко потерялась, но вообще не поменялась суть вопроса. И так понятно, казалось бы, для чего, зачем. Но на ваш взгляд, все-таки как заинтересовать ребенка Наталья, техническим творчеством. Сегодня у нас много вовлечений у детей. Это и танцы, это и спорт. Действительно, очень-очень много. И тут вдруг техническое творчество. Как заинтересовать? Высокое качество образовательных услуг. Только так? Интересные занятия, интересные конкурсы, экскурсии. Как заинтересовать, привезти к нам, и я думаю, что его уже просто забрать от нас будет невозможно. А вот мне интересно, если ребенок после первых занятий отказывается их посещать, это касается не только, допустим, вашего учреждения. Вот что вы посоветуете родителям? Стоит ли сразу искать новый кружок? Как себя вести? Да, здесь я хочу посоветовать. Мы всегда родителям говорим. Если приводят маленького ребенка, который еще не понял, какое направление ему интересно, не писать сразу заявление, а посетить одно-два занятия, а потом определиться, будут они посещать или не будут. Но даже если после одного-двух посещений ребенок отказывается, возможно, еще ребенок не нашел контакт, вернее, педагог не нашел контакт с ребенком, и можно попробовать это же направление просто с другим педагогом. Вот еще один вопрос, который меня всегда беспокоил. Сегодня родители чуть ли не с пеленок хотят ребенку дать дополнительное образование. А как вы посоветуете, как совмещать сегодня, возможно, нашим детям и спортивные секции, технические кружки, и, естественно, школьную расширенную программу? Вот ваш совет. Как совмещать, распределять четкое планирование, как взрослые люди, четкое планирование своего времени? Если брать наш Центр технического творчества, мы стараемся строить занятия таким образом, чтобы у ребенка действительно была возможность и сделать домашнее задание, посетить наше объединение по интересам, и плюс спорт, потому что это здоровый образ жизни, это обязательно должно быть. Поэтому у нас занятия по интересам два раза, есть объединения по интересам, которые один раз в неделю, ну, а есть ребята, которых просто не вытянуть из мастерских, это, опять же, те же самые судомоделирование, авиамоделирование, они посещают четыре раза в неделю. Поэтому все очень индивидуально, и мы готовы идти на контакт, всегда разговариваем с родителями. Есть большая загруженность, просто идет корректировка расписания с педагогом. Спасибо большое. Что мы пожелаем родителям и детям накануне нового учебного года? Ой, уважаемые родители, уважаемые ребята, я хочу вам пожелать, в первую очередь, хорошего настроения. Начинайте новый учебный год с улыбкой. Встречайте его с радостью. С радостью идите в школы. И обязательно ищите центры дополнительного образования, которые вам будут интересны. И не забывайте про Гомельский областной центр технического творчества, который находится на проспекте Октября, 36А. Наталья Олейник, директор Гомельского областного центра технического творчества. Сегодня была на добром вечере. Спасибо вам большое. Хороших выходных, дорогие друзья. Хороших выходных всем нам. Это был еще один добрый вечер. Гомель с Натальей было нет. И до новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова